Всем привет, меня зовут Даша Кей, и сегодня я вам расскажу 7 правил по уходу за собой. Первое правило. Это мои ногти. И ногти я не делаю в салоне уже, наверное, с пандемии. Я делаю их самостоятельно и постоянно в поиске каких-то новых классных средств. Мастера мне постоянно говорили, у вас сложная кутикула, она прирастает к ногтю. Поэтому я ее сначала размягчаю с помощью крем-геля, это от Эвелин. Я делаю все по инструкции. На 30 секунд наношу на ногтевую пластину, и потом бамбуковой палочкой я просто ее отодвигаю. И она действительно лучше отходит, чем размачивать ногти в воде. Подпиливаю ноготь и так делаю всю руку. Дальше делаю шелак. Если вам интересно, могу снять об этом отдельный ролик. Хочу как-нибудь сама себе нарастить ногти, и нужно записать мучения на видос. Ля, какая красота получается. Второе правило очень простое. Многоразовые ватные диски. Иметь их в арсенале очень удобно, потому что можно их стирать и многоразовые использовать. Эти я нашла в H&M. Они хлопковые, приятные на ощупь, с одной стороны махровые, а с другой более гладкие. После использования я собираю их в эту же сумочку и стираю. В целом идея хорошая, она мне понравилась. Третье правило. Та вещь, благодаря которой я избавляюсь от отеков. Это скребок гуаша. С утра я просыпаюсь просто вот таким вот шаром. Дикий гудмонинг, это я, а это кусок камня, который должен мне помочь. Что с ним делать? На лицо можно нанести масло или другой крем, взять гладкий скребок и уводить в воду по лимфе. Появляются скулы, уходят отеки под глазами. А вечером больше вариант массажа, которым, допустим, можно убрать второй подбородок. В этот раз я нажимаю чуть сильнее, чтобы разогреть эти места. Вот так вот выглядит эта вещица, когда пользуешься и чувствуешь силу земли. Желательно не есть на ночь, но если вы все-таки как бы совершили ошибку, то можно с утра воспользоваться скребком гуаша. Управив воду далеко и надолго. Сейчас я их поправлю. Думаю, вы заметили, что у меня изменились брови. Форма брови в 2021 году немного иная. Я буду использовать бюджетное стойкое средство. Это как помадка, которая фиксируется на бровях. Хвостик рисую чуть выше, туда будут зачесаны брови. Гелевое мыло для бровей набирает свою популярность за счет того, что хорошо фиксируют брови, но они остаются подвижными. Не так, как с лаком. Я сначала пропитываю волоски мылом, а потом зачесываю их наверх и приглаживаю обратной стороной кисти. Раньше это была пыльная дымка, которая простиралась над всеми бровями. Тут у нас было совсем темно, средняя интенсивность и тут совсем светло. Но сейчас это просто штрихи, имитирующие волосы и добавляющие лифтинга. Акцент переместился, как мне кажется, опять же, на глаза. Это актуально, подойдет под любой образ, который вы выберете в 2021 году. Правило номер 5. Первое, на что обращают внимание окружающие, это волосы. И я протестировала линейку от Pantene, шелк и сияние. Когда волосы убиты, им нужен хороший уход. Поэтому у каждой девушки должен быть чемоданчик со средством для восстановления. Это новая линейка от Pantene, шелк и сияние. В составе бальзама есть протеины шелка, которые увлажняют волосы, делая их гладкими и блестящими. Бальзам можно подержать чуть подольше и использовать как маску. Скульптурирование лица важный момент, и поэтому я обращаюсь к пудровой палетке. Она у меня уже старичок, я ее очень люблю, она из H&M. И делаю скульптурирование по технике троечки. Наношу на лоб, на скулу и на нижнюю часть челюсти. Для носа я использую точечную, но пушистую кисть, чтобы контуринг выглядел очень натурально. Седьмое правило. Самое главное, перед тем, как нанести тон, подготовить кожу. Мое лицо сейчас страдает от воспалений, поэтому скрабить его нельзя, но убрать омертвевшие частички кожи для гладкости необходимо. Делаю я это тоником, а дальше наношу маску-пенку, минуту даю впитаться и дальше клею патчи. Их особенность притягивать воду в местах залома. Места для патчи в форме бабочки, носослезка и носогубка. Для питания губ можно использовать обычный бальзам и добавить в него немного сахара, чтобы сделать скраб. Либо использовать уже готовый, как в моем случае, от Estee Lauder. После таких манипуляций тональная на коже выглядит великолепно. И если такой ритуал использовать регулярно, то тон точно не скатается или не упадет в поры. А это были все правила, о которых я сегодня хотела вам рассказать. По традиции мы завершаем видео вместе со Степой. Он передает вам привет, пламенный, свой шерстяной привет передает мою Зоинку. Моя шелнышка. Я поняла, короче, такую вещь, что мы со Степой подолстели оба. А мы со Степой говорим вам пока-пока. Увидимся в следующих видео. С вами была Даша Кей. Пока-пока. Вода – это жизнь. Субтитры сделал DimaTorzok